Танил, 12 глава, здесь написано И восстанет в то время, в первом стихе, Михаил, князь великий Я понимаю, что тот князь является ангелом Именно ангел, который представил Израиль То есть у каждого человека, верующий человек, есть ангел-хранитель А тоже кажется, что у народа Израильева есть и тот же, свой ангел-хранитель Так как для весь народа И в то время, значит, нам надо перечитать 11 глава, 12 конца И там написано о царе Северне И что тот царе Северне устремится, как буря на Израилью И в 45 стихе И раскинет он царские шатры свои между морем и горью преславного святилища Но придет к своему концу И никто не поможет ему Значит, тот царь Северне Кто это? Это просто враг Израильева в последние дни По-библейски царь Северне это всегда Вавилон или Ассирий И в последние дни, это, наверное, может быть Иран или какой-то, ну, мусульманская власть, кто знает Но они будут вытражить Израилу и будут захватить Иерусалима И когда кажется, что уже все с Израилом Михаил, тот князь великий, тот ангел, который стоит за Израилом Он будет восстанеть И будет время тяжкое, какого не бывало с тех пор Я понимаю, что это в контексте истории Израильева Что у них, то есть у Израильева Будет время скорб Так, как никогда не было И когда размышляем о Голокосте То, что случилось Вторую мировую войну Это, конечно, страшно Что 6 миллионов евро умерли Но кажется, что Это будет даже хуже Это Хуже этого Если 6 миллионов умерли И то время тяжкое Будет даже хуже Так, как никогда не было Для Израиля Это значит кое-что ужасно То есть, безусловно Мы ожидаем кое-что вообще ужасно В наши последние дни Безусловно Это будет То есть, мир не будет просто продолжаться Так, как и есть Так, как мы знаем миру Где более-менее Ну, есть такие проблемы Ну, все плюс-минус Как-то спокойнее Нет Кое-что будет ужасно Особо для Израиля И это будет прямо до пришествия Иисуса Почему я чувствую, что пришествие Иисуса скоро будет? Почему? Потому что мы сможем все это понять Мы сможем это все представить Как это было бы Потому что даже сто лет тому назад Не был никакой народ Ну, народ был Ну, в смысле и республика Не был никакой Ну, Израил Это был просто на руинах И так далее А сейчас, после 1948 году Они вернули Начинали свою Ну, республика там И они существуют И поэтому Ну, как нации Да И получается, что у них столько врагов есть Мы все вполне в курсе Что у них есть Такие врагов Которые готовы Уничтожать Израила Сразу Они все хотят Иерусалим Это для мусульман Святой город Естественно, написано Что тот царь северный Будет как буря Устремиться на него И, в конце концов На самом последнем минут Тот ангел Будет восстанет И будет на спасение Для Израиля На этом время 12 стихе Многие из спящих в прахе Земли пробудятся Одни для жизни вечной Другие на вечное Поругание И по сравнению То есть Это будет во время Воскресения Значит Иисус придет То есть Мы сможем смотреть по интернету Сегодня Или смотреть на новости И Это в полное Ожиданно Чтобы Какое-то ужасное В отражении Израиля Было бы На руках Тот царь северный Арабской власти Это в полное Возможно И Сразу Когда это случится Будет Тот воскресенье Значит Иисус Пришел бы И видите Как награда Мы только получаем При возвращении Иисуса Это не так Что один человек Умирает Уходит На небесах Получает свою награду И так далее Такое Классическое Понятие Нет Мы получаем Нашу награду Или посторонние Вечные Или Вечные Жизны Во время Воскресенье Обверших людей Это так Как мы уснули И Следующее Мы будем знать Когда Иисус Придет И важно Если мы спали Пять минут Или пять часов Или пятьсот лет Это все Однозначно И потом Награда Третьем стихе И разумные Будут Сиять Как светило На твердые И Обратившие Многих К правде Как звезды В веке Навсегда Значит Что Если мы Сможем Обратить Другие К правде То Это В параллели С теми У кого Есть разум То есть Если у тебя Есть мудрость Настоящая То мудрость Не остается Только у тебя Ты будешь Использовать Тот разум Тот мудрость Чтобы Обратить Другие К правде Потому что Это в параллели Разумные И Тех Обратившие Многих К правде И Наша награда Будет Так как Сиять Как светило На твердые Значит Мы будем Вечны И Звезды Только Только Как Показывать Свои Вот Свет Для Другие И Мы будем Вечны Так и Делать А если Для нас Вообще Делать Что-то Для другого Человека Вообще Неинтересно Тогда Зачем Жить Жить Вечны Потому что Мы будем Вечны Как То Светить За Другие И Тот Процесс Должен Начинать Именно В этом Жизни Потому что В Новом Завете К филипийцам Павел Писал Что Мы в этом Темноте Этого Мира Мы тоже Нам И тоже Придется Сиять Как звезды В этом Темноте Где Мы живем Если Мы сможем По крайней мере Начинать Так быть Так и жить Тогда Будем Вечны Так и делать Данил Конечно Хотел Чтобы Все Сразу Чтобы Царство Божие Сразу Остановились Бы И Сложно Было Конечно Для него Понять Что Это Не Сразу Надо Еще Подождать Надо Умереть И В конце Концов Будет В четвертом Стихе А ты Данил Сокрой Слово Си И запечатай Книгу Сил До Последнего Времени И Умножиться Видением Я думаю Что Тот Видение Тот Знание Это Именно Об Этих Пророчеств Из Данила Значит Что Данил Сам Эти Слов Не Понял И Запечатай Книгу Я Понимаю Что Закройте Потому Что Никто Не Будет Это Понять До Сам Последнего Дня То Есть Когда Иисус Придет В Это Время Последние Дни Тогда Все Будет Понятно То Что Данил Имел В В Виду И Факт Что Сейчас Довольно Понятно Что Да Есть Израил Там Земли Своей И Да У них Есть Врагов И Вполне Возможно Любой Момент Чтобы Они Царь Северный Будет Второжить И Да Мы Сложим Все Таки Это Представить То Это Да Можно Сказать Что Наверное Тот Книгу Как То Уже Открылась Мы Уже Это Понимаем И Седьмой Стих Написано Что К концу Времени И Времен И Полувремени Можно Понять Так Что Времени Это Год Времен Два Года И Полувремени Это Полгода Получается Три С Половину Году Это Наверное И Когда Написано Дальше Вот 1260 Дней Это То же Самое Три С половиной Году И Так Прозрительно Что Наверное Будет В последние Дни Какой То Срок Три С половиной Году Конечно Вопрос А Это Разве Пока Не Начиналось В смысле Но Когда Я знаю Что Это Начинается Тогда Я Буду Как Более Серьезно К Богу Нет Так Не Должен Войти Эвия Не Надо Береть Иди К маму И Значит Что Наверное В то время Скорб Уже Начиналось Потому Что Наверное Тот Скорб Наверное Как-то В духовном План Наверное Это Начиналось Или Наверное Это Еще Впереди Какое Очень Интенсивное Время Скорб Чтобы Готовить Нам К Царству Божьем И Девятый Ангел Сказал Данил Иди Данил Его Сокрыто И запечатлен Слово Съед До Последнего Времени Я Так Понимаю Что Никто Не понял Б Значение Толкования Эти слова До Время Исполнения То есть Суд Эти пророчества Не было Чтобы Как-то Предупредить Столько Веков Заранее Нет Только Можно Им понять Самое Последнее Время И факт Того Что Мы Сможем Эти Слов Читать И Как-то Понимаем Ясно Наверное Значит Что Мы Уже Достигли Последнее Время И На Время Скорб Будет Страшным В 10 Стихе Многие Очистятся Убелятся И Переплавлены Будут В Искущении То есть Суд Этого Скорб В последние Дни Это Чтобы Приготовить Нам Это Чтобы Приготовить Нам К Пришествии Иисуса Представьте Если Иисус Пришел Именно Сегодня Именно Сейчас Хотя Мы Об этом Говорим Разве Мы Готовы Наверное И Да Наверное Нет И так Особо Израил Как народ Далеко Не готов Поэтому Наверное Тот Страшное Время Скорб Нуждается Чтобы Готовить Человеку То есть В каждом Скорб Есть Причина Здесь Переплавлены Будут В искушении То есть Он Будет Через Тот Процесс Как Делать Нам Чистый Готов Многие Очистятся Убелятся Читаем В Новом Завете О том Что Поскольку Человек Принимает Иисуса Поскольку Человек Принимает Крещение Во Христе Во Христе Он Со Христом Облеклись То есть У Него Есть Сейчас Белые Одежды В Откровении Написано Что Нам Надо Мыться На Кров Агнца Это Парадокс Что Красная Кров Нам Надо Омыться Красной Крови Чтобы Убелиться И так Наверное Поскольку Мы Это Сделаем Поскольку Мы Принимаем Крещение Поскольку Мы Верим В том Что На самом Деле Он Дал Мне Убеляться Вот Тогда Мы Готовим В 13 Стихе Бог Сказал Данилу Ты Иди К твоему Концу В смысле Ты умрешь И восстанешь Для получения Твоего Жребия По Конце Дней То есть Когда Иисус Придет Он Получает Его Жребия Его Дол Его Но Наследствия Значит У каждого Есть Какое-то Жребие Какое-то Награда Которую Бог На индивидуальном Масштабе Готовил Приготовил Для Каждей Из нас Награда Это не только Вечная Жизнь Это Вечность Но Вечность Тоже Не имеет Какой-то Формы Какой-то Причин Какой-то Суд И Бог Тогда Готовил Для Каждый Человек Для Каждый Человек Бог Готовил Для нас Жребия На Бурище У кого Есть Вопросы Толик Пятый И Седьмой Степ Да Говорится О двух Кужах Один Стоял По Одну На Этом Берегу Реки Другой По Том Берегу Об одном Говорится Потом Что Он Произнется Это Я понял Что Говорится О Иисусе Христе А Кто Тогда Второй Был Который Стоял На Другом Берегу Я Понимаю Что Это Не Иисус А Это Две Ангелов И Я Понимаю Что Поскольку У Даниил Конечно Был Вопрос Об Этом Что Это Значит Даже У Ангелов И Тоже Были Такие Вопрос Что Это Значит То Есть Какое Отражение Наши Вопрос И Ситу С На Земле Весно Отражение На Небесах Потому Что Даниил Написано Сам Стоял Около Берегу Река И Здесь Он Видит Еще Ангелов Которые Тоже По Берегу Где Он Находился Которые Тоже Думали Что Это Все Значит Около 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 Около